друзья всем привет решил сделать обзор по летним приманкам которые отработали у меня в июне и в июле ездим мы на реку ахтуба значит ловили рыбу по две недели две недели в июне в конце июня после запрета и июль вторая половина июля вот сейчас начало августа и решил сделать коротенький обзорчик по тем приманкам которые у нас отловили и так друзья в лидерах были бандосообразные приманки то есть как оригинальные бандиты так и реплики на данный воблер реплики в основном мы использовали от компании герман также мы пробовали ловить и на другие приманки значит это были халкообразные приманки то есть или оригинальные халки или реплики от компании герман на те же самые халки использовали еще пытались ловить на троны это реплика на воблер фридайвер от компании сальма запускали танцоры компании раппелла пытались ловить на фридайверы также пытались ловить на кристалл минова от компании дуэль что у нас там еще было бомберы лонги из серии лонг что-то еще пробовали но по сути в лидерах оставались именно бандосообразные приманки как оригинал повторюсь так и реплики от компании герман и так друзья мои давайте коротенько попытаюсь пробежаться именно по тем приманкам которые реально отработали в этих двух поездках фаворитах в лидерах наверное был фиолетовый цвет вот такой убирок как оригинальный так и реплика от компании герман на втором месте я бы поставил уголек он порой просто творит чудеса и даже не только что в летних поездках и осенью и весной просто выручает реально делает рыбалки и в июньской поездке мы с андреем мы ловили значит у парома и данный воблер сделал ну реально сделал нам рыбалку мы очень много наловили рыбы видео посыпались там небольшие злые комментарии но на самом деле люди просто не понимают не разбираются что норма в астраханской области норма судака это 10 килограмм на человека нас было водки двое мы привезли в 20 килограмм остальное мы все выпустили и вот этот данный воблер черного цвета я его свое время прозвал угольком он сделал реально нам в июне прям одну рыбалку полностью фильм называется одно утро одна рыбалка посмотрите фильм получился довольно таки интересный вот так что кому интересно перейдите посмотрите воблер вот такой отлично ловит очень часто выручает значит вместе с этим воблером в данном фильме как раз показываю что я пытался ловить на разные цвета на разные модели и реально этот цвет именно этот цвет черный уголек он прям но он ловил лучше всех то есть если другой воблер приносил там 1 грубо там за дорожку там делал одну поклевку тогда то на данный воблер на дорожке могло быть несколько поклевок то есть это говорит о том что судак предпочитал именно ну вот этот цвет а именно эта модель также я пытался ставить и похожие приманки ставил юзури кристалл такого цвета он чем-то похож вот так же он выручал так же он ловил но ловил принципе хуже чем воблер бандит в этом цвете следующий воблер это белый ходок белый вот такой воберок воблер тоже всегда ловит и его стоит иметь коллекции также вот в летних рыбалках данная приманка радовала нас всегда приносила судака когда-то похуже когда-то получше когда-то черненький ловит когда-то беленький хром так вот по поводу хрома особенно в июле мы просто были удивлены когда мы ставили хром классический это значит реплика компании герман с рыжим пузом темная спинка хромированные бока и рыжие пузо ставил классику 31 цвет 31 цвет с белым пузом точно такой же только с белым так вот он ловил хуже данный цвет данный цвет с рыжим пузом он облавливал именно классику то есть 31 цвет с белым пузом судаку именно почему-то хотелось приманку вот именно с розовым таким но с красноватым пузиком очень рекомендую вот он у нас реально выручил в июле он весь побитый весь покоцанный не знаю будет видно нет я немного неудачно стал с камерой коли речь зашла уже о хроме рекомендую вам приобретению оригинальный воблер оригинальный бандит в таком исполнении но это суспендер кстати классический не суспендер тоже значит валидип он тоже отлично ловит я взял на пробу в этот раз именно суспендер хотел посмотреть как он ловит в забросы мне не удалось половить там по определенным причинам на троллинг приманка тоже меня порадовало отлично ловила судака я уже не буду по местам расставлять наверное вот эти две приманки черные фиолетовые то реально прям наверное ну первое второе место может быть еще можно поставить на третье место этот вот этот данный цвет от компании герман такие битые стекла этот цвет тоже частенько выручает цвет шпротина тоже рекомендую отлично ловит 225 и 224 один зеленый второй синий приманки очень сильно побиты не знаю будет в данном видео видно это или нет помимо следов от тройников на данных приманках следы судака его зубов цвета очень рекомендую очень ловчие вот такой цвет от оригинального бандита тоже выручает тоже ловит недавно взял себе вот такой черный с рыжими пятнами цвет мне тоже порадовал отлично ловил зебра ловит не только в астраханской области я думаю что те приманки которые показывал также ловит не только в астраханской области зебра просто превосходно тоже ловит желтые пузо белые бока этот друзья мои творил чудеса и в апреле это был лучший воблер наверное в апрельской поездки немного затрону уже весну тот оригинал этот тоже оригинал ловил как и в том году летом так и в этом году один из старичков черная голова белый с такими разноцветными пятнами простонародье сифилитик тоже отлично ловит и выручает белый цвет всегда отлично ловит по судаку это незаменимый цвет что вот белый ходок значит белый цвет что вот этот значит с черной головой берите разноплановые красноголовики вот этот такой цвет новогодний скажем так битые стекла я его прозвал ласково новогодний тампекс есть просто белый с красной головой тоже отлично ловит и есть вот с такими вот с такой голограмм вот такой цвет такой павлинчик это оригинал вроде бы как вышел похожий цвет от компании герман вот этот оригинал павлин от отлично тоже ловит судака рекомендую разловил вот такого красавца вот такой цвет тоже отлично отработал также друзья я разловил маленького фридайвера девяностом размере вот такой белый с красной головой ловил отлично и 30 футовая рапала танцор вот в таком цвете тоже отработала отлично 20 футовые маленькие танцоры такие натуралочки отловили отлично повторюсь друзья я пытался ловить на разные приманки мы ставили разноплановые и бандиты и халки и фридайверы и танцоры и кристаллами ноу я пытался ловить и на троны и на фридайвера на халкообразные приманки на большие танцоры но суть оставалась одна судак стоял на глубине от трех с половиной до семи метров глубже я его не находил и по сути на этих глубинах от 7 и выше на эхолоте было пусто данная рыбалка была довольно таки трудовая нам приходилось искать судака судак не скапливался в одних в одних точках и стоял небольшими скажем какими-то локациями небольшими стаями и выходы у него были довольно таки короткие если нам доводилось находить большую стаю то тогда мы ловили в течение всего утра основное время рыбалки это было с пяти утра может быть даже с пол пятого утра где-то до пол одиннадцатого утра если повторюсь находили стаю то все это время на протяжении все это время можно было облавливать данную точку но как правило судак стоял небольшими стаями и выходил короткими выходами выхода были по 30-40 минут интервал составлял где-то порядка часа то есть допустим судак начинал ловиться в пять утра ловился с пяти до шести потом промежуток начинал выходить где-то в семь утра семи до восьми дальше опять промежуток где-то дальше выход уже был пол десятого потом опять несколько часов промежуток и судак начинал выходить днем в час дня ловился где-то до трех опять промежуток и выход был где-то уже вечерний ну скажем может быть с пяти может быть даже шести и до начала до начала восьмого вечера вот дальше мы уже не пробовали ловить потому что приходилось уезжать домой скажем и рыбу чистить и подготавливать какие-то вещи там коптильни шашлыки там не знаю просто какие-то какой-то быт скажем так заставлял нас возвращаться сильно потемну нам не довелось походить а и и Продолжение следует...